Друзья, всем привет! Таффонтовый вечер в прямом эфире. Приветствую всех наших зрителей. Сегодня 9 февраля среда. Немножечко морозно на улице, но я думаю, что для сибиряков это совсем не проблема. Ну а сегодня у нас в программе очень много новостей. У нас сегодня будут гости, в том числе и с полезной темой. Мы будем разбираться сегодня, как поддержать организм во время болезни ковидом. На сегодняшний день, как мне кажется, одна из самых актуальных тем. Ну а также сегодня у нас в гостях будут гости из театра оперы и балета. Узнаем, что нового происходит в театре. Расскажем о новой премьере. Ну в общем, все самое интересное будет впереди в течение ближайшего часа. Я Александр Белов. Начинаем этот выпуск с новостей. С 7 часов 10 февраля до 19 часов 12 февраля в Красноярске вводят режим черного неба. Об этом сообщает Краевой Роспотребнадзор. Как рассказали в ведомстве, в Краевом центре сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. С целью контроля качества атмосферного воздуха управлением Роспотребнадзора усилен мониторинг за уровнем загрязнения воздуха. Красноярцам рекомендуют по возможности не выходить на улицу, плотнее закрывать окна и двери, проветривать помещение только кондиционерами. В Норильске в гаражном массиве нашли тела двоих подростков. По предварительным данным, 16-летняя девочка и 15-летний мальчик отравились выхлопными газами. Как рассказали в Краевой прокуратуре, 8 февраля отец пришел в свой гараж, где в автомобиле ВАЗ-2101 обнаружил без признаков жизни свою 16-летнюю дочь и ее 15-летнего друга. Ключ от машины находился в замке зажигания, топлива в бензобаке не было, а на снегу был заметен след от выхлопных газов. Последний раз родные видели детей 6 февраля. Все это время родственники думали, что дети находятся в гостях друг у друга. Семьи детей на профилактическом учете не состояли. В настоящее время по факту гибели несовершеннолетних прокуратура края проводит проверку. Прокуратура Краснодарского края организована проверка по факту смерти двух несовершеннолетних детей в гараже в городе Норильск. На место происшествия, осуществленный недомедлительный выезд прокуратуры, для установления всех состоящее произошедшее и координации действий с правоохранительным органом. Предварительно установлено, что смерть двух несовершеннолетних детей девочки 16 лет и мальчик 15 лет наступила от отравления угарным газом. Прокуратурой будет дана оценка деятельности органов приталактики без насовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. В Красноярске водитель сбил пешехода. Авария произошла у остановки кинотеатра «Ударник» на улице Академика Керенского. По предварительной информации дорожной полиции, 37-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота», выехал на автобусную остановку, сбив 50-летнего мужчину, после чего врезался в забор. В настоящее время дорожные полицейские устанавливают обстоятельства аварии. Известно, что пострадавший пешеход за медицинской помощью не обращался. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия на улице Керенского. По предварительной информации, 37-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Аури», сдвигался по улице Керенского, не справился с управлением и допустил съезд в зону остановки, где совершил наезд на 50-летнего пешехода, после чего въехал в забор. QR-коды в России начнут выдавать при наличии антител. С 21 февраля на основании теста на антитела, загруженного на госуслуги, можно будет получить сертификат переболевшего. Выдаваться он будет единожды сроком на полгода. При наличии положительного ПЦР-теста на год. Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. При этом требований к уровню антител не устанавливается, достаточно их наличия в организме. Либо они есть, либо их нет. Их наличие и наличие информации в системе о положительном тесте ПЦР даст нам возможность выдать сертификат переболевшего гражданина на год с момента установления положительного ПЦР-теста. Вторая категория граждан, которые могут сдать тест на наличие антител, также могут это сделать, обратившись в соответствующую лабораторию, которая подала документы на проведение таких исследований в Роспотребнадзор. И при наличии положительного результата, то есть наличие антител, также представить соответствующую информацию в существующие информационные системы. И в этом случае гражданин получит сертификат длительностью 6 месяцев. Почему 6 месяцев, а не год? Потому что мы не знаем, когда человек переболел. И 6 месяцев это тот период времени, который на сегодняшний день рекомендуют наши специалисты для того, чтобы пройти либо повторную вакцинацию, либо вакцинацию после болезни. В завершении новостей несколько слов о погоде на день завтрашний 10 февраля. Синоптики обещают ясную погоду завтра. Ветер юго-западный до 1 метр в секунду, давление 749 миллиметров. Ну и температура воздуха похолодает. Ночью будет до минус 30 градусов, днем чуть теплей до минус 19 градусов. Ну а в салонах новых красноярских трамваев повесили сувениры с изображением львов. Сувениры находятся во всех трамваях. О том, что в салонах модели львенок на поручник появились деревянные таблички с львами, сообщили в социальной сети ВКонтакте, в администрации города Красноярска. Желающие пассажиры могут забрать их себе. Вот что еще нового в нашей следующей рубрике. В Красноярске ищут подрядчика для благоустройства сквера на Пашином. Сквер по улице Полтавская, 32 появится на месте снесенных бараков. Жители микрорайона активнее всех в городе голосовали, чтобы этот объект попал в национальный проект. Они с большим энтузиазмом подключились к обсуждению всех деталей благоустройства, спорили, взаимодействовали с районной администрацией, привлекали депутатов и общественников. На месте будущего сквера предусмотрен большой объем работ, прежде всего по планировке территории. Так, там разобьют дорожно-тропиночную сеть для пеших прогулок, а дорожки будут удобны для движения колясок и самокатов. Вдоль всего сквера построят сухой ручей. На всей территории сделают освещение и поставят камеры видеонаблюдения. Кроме того, в сквере появится площадка для выгула собак. Работы подрядчик должен начать, как только позволит погода, а завершить в течение этого сезона. На месте бывшего рынка Казачий построят бассейн. В северном микрорайоне Красноярска построят спортивно-культурный комплекс с бассейном. Как рассказали в краевом правительстве, в этом году начнется разработка проекта. Он должен быть готов уже к сентябрю. Комплекс будет не более трех этажей. Ходить туда смогут как взрослые, так и дети. Также перед спортивным комплексом большую территорию займет сквер с деревьями, кустарниками, прогулочными дорожками. Работа начнется уже в этом году. Стартовал набор волонтеров на Дельфийские игры, которые пройдут в Красноярске с 22 по 27 апреля. Подать заявку можно до 7 марта. Волонтерам предстоит работать с делегациями, принимать участие в проведении церемонии, оказывать содействие при аккредитации, помогать в работе с жюри, СМИ и многое другое. Добровольцы получат фирменную экипировку и индивидуальные средства защиты. Также для них предусмотрено бесплатное питание. По итогу мероприятия ребят наградят благодарственными письмами и сувенирами. Всего для работы на Дельфийских играх планируется привлечь 546 волонтеров, которые будут задействованы более чем в 30 функциональных направлениях. На прошлой неделе губернатор Александр Рус провел первый оргкомитет по подготовке к играм. В сборную края вошли 600 человек, которые выступят во всех 34 номинациях. Красноярск примет 20-е всероссийские соревнования по кикбоксингу Кубок Сибири. Поединки пройдут с 10 по 13 февраля в универсальном зале кластера Сопка. Медали разыграют в дисциплинах фулл-контакт, лоу-кик, поинт-файтинг и лайт-контакт. Ожидается, что на турнир приедут более 500 участников из 16 субъектов России. Еще один мобильный пункт скорой помощи открыли в Красноярске. Он находится на мясокомбинате. Как рассказали в пресс-службе Минздрава Края, мобильный пункт представляет из себя небольшой вагончик, в котором есть кухня, кровать и туалет. Как уточнили в ведомстве, на мобильной подстанции работают фельдшер и водитель. Напомним, это уже третий подобный пункт скорой помощи в городе. Два других находятся в Солнечном и Напашином. В этом году установят еще два таких пункта. Перейдите дальше. Давайте и в день. Сейчас новость, после которой мы все испытаем гордость. Во-первых, экономика не рухнула. Извините, жители левого берега, все это будет только на правом берегу. Правый берег. Каждый понедельник в 19.30 на Афонтово. Вы же обещали говорить только о хорошем в этой программе. Ну и продолжаем. Продолжаем мы сегодня наш эфир с гостями. Екатерина Бородина, интегративный нутрициолог. Я вас приветствую, Екатерина. Здравствуйте. Ну давайте разбираться сначала, потому что я человек далекий от той деятельности, которую вы представляете. Поэтому хотелось из первых уст услышать все-таки то, чем вы занимаетесь. Чем занимается нутрициолог? Для многих на самом деле лучше внести ясность. То есть нутрициолог – это не врач. Нутрициолог занимается поддержкой организма, восстановлением базовых дефицитов, составляет рацион питания, корректирует рацион питания, направляет человека. Я также смотрю анализы, выявляют дефициты, макро-микроэлементов, витаминов. Ну и корректируем. То есть мы занимаемся восстановлением организма, ну то есть чтобы организм был в ресурсе и не ушел в болезни. Скажем так, вот нутрициолог занимается… Ну тем не менее, все-таки медицинская составляющая, конечно, есть. Есть у меня, есть, да, базовая медицинская. Ну что происходит сейчас в городе, я думаю, ни для кого не секрет. Болеет практически каждый второй. Все мы понимаем, что в поликлиниках огромные очереди. Скорую помощь иногда не вызвать. Но вот люди, многие просто забивают на то, чтобы ходить сдавать какие-то ПЦР-тесты, занимаются самолечением, может быть, даже и не знают о том, что болеют, да, ковидом и так далее. К сожалению, да. Вот ваш комментарий по этому поводу. Все-таки если человек действительно не пошел никуда, пытается дома самостоятельно справиться, понимая, что есть какие-то там, да, есть определенные симптомы… Я на самом деле, да, для меня это очень больная, животрепещущая тема, потому что потом ко мне приходят люди, которые переболели пост-ковид, и я вижу плачевную картину. Пост-ковид. Пост-ковид абсолютно касается абсолютно всех. Болезнь протекает у всех по-разному. И кто-то даже, ну, кто-то думает, болезнь протекает легко. На самом деле у человека может быть мини-цитокиновый шторм. То есть мы думаем, что цитокиновый шторм – это когда человек оказывается уже на больничной койке. На самом деле это не так. Многие думают, что болеют легко, но болеют они нелегко. И поэтому я рекомендую, я везде это транслирую, там, на страницах на своих, где-то если я, на телевидении, людям всем обращаться за помощью. Я понимаю, что мы привыкли, ну, у нас как бы такой менталитет, у ИРВИ мы лечим сами, грипп мы лечим сами, но коронавирус – это, ну, это некое другое. И тут обязательно сдавать анализы, хотя бы какие-то базовые, обязательно их мониторить и желательно обращаться за помощью к врачу. Так, давайте по порядку. Вот смотрите, ну, человек переболел, да? После этого, в течение которого времени нужно это сделать? Ну, три месяца должно пройти, чтобы нам понимать, что какие-то последствия все-таки присутствуют. Какие анализы сдавать? Что это? Кровь, это сходить проверить сердце, это проверить внутренние органы. Ну, то есть здесь надо же понимать, что… На самом деле, да, надо направить людей, то есть желательно в течение самой болезни, когда ты заболел, чувствуешь симптоматику, сдать хотя бы общий развернутый анализ крови с лейкоцитарной формулой, то есть где мы увидим все индексы, там, лимфоциты, скажем так, чтобы было понятно, клеток крови, которые отвечают за иммунный ответ из-за воспаления. То есть это общий анализ крови, цирреактивный белок и показатели свертываемости крови. То есть хотя бы вот это сдать во время болезни. То есть это уже покажет… Это уже покажет воспалительный процесс, и даже мы увидим, движется ли человек к цитокиновому шторму. И если цирреактивный белок у человека выше 10, тут есть смысл бить тревогу. То есть если до 10 мы, может быть, можем какими-то там справиться мерами сами, мы все там что-то умеем, знаем, то когда уровень воспаления цирреактивный белок показывает выше 10, тут прям, ну, и когда в общем анализе крови мы увидимся, что все выделено красным, надо… оно будет выделено красным, если это коронавирус. Надо обращаться за помощью к специалисту. Да, ну а вы вот конкретно к вам, с какими просьбами обращаются? Вот вы говорите, все-таки у вас направленность такая узкая. Сам коронавирус, я… Ну, естественно, я имею в виду после того, как человек… Мы восстанавливаем, то есть летит, то есть все хронические болезни обостряются, они обостряются именно после коронавируса. Щитовидная железа, органы ЖКТ, сердечно-сосудистая система, неврология. То есть кто раньше, там, кого тревожила щитовидная железа, и, допустим, люди ушли в ремиссию по своему основному заболеванию, и они со мной работали, то есть мы восстанавливали там щитовидную железу. После коронавируса мы видим картину, ну, к сожалению, печальную. Ну, и приходится потом очень долго это восстанавливать. А вы занимаетесь непосредственно восстановлением или все-таки направляете человека… Я работаю и с врачами, но я и сама веду, то есть микроэлементами можно очень много, как бы, вводя нужные витамины, микроэлементы, настроив правильное питание, убрав какие-то воспалительные продукты из рациона, можно достигнуть очень-очень много. То есть это мы как раз сейчас говорим о поддержке, да, так называемые? Это поддержка, это нутрициология есть, то есть вот это и есть нутрициология, когда мы, к сожалению, у нас не вся медицина, у нас есть интегративная медицина и доказательная. Как раз интегративная занимается вот и превенцией еще, а доказательная она занимается только лечением. То есть, ну, скажем так, наклеивает пластырь, ну, не ищет причину, из-за чего образовалась болячка, а просто оккупирует, да. У нас прекрасная медицина скорой помощи, но, к сожалению, пока на очень низком уровне интегративная медицина. И нутрициолог – это как раз тот человек, который должен работать в связке с доказательным врачом. То есть, доказательный врач лечит, мы восстанавливаем. И мы можем сделать так, чтобы человек, мы стремимся делать так, чтобы человек не попал к врачу доказательной медицины. На самом деле, инструментов очень много. То есть, ну, любой человек, наверное, сейчас скажет и поспорит, может быть, там… Да, безусловно, да. Вот я знаю, там, определенную марку витаминов, которые мы там где-то заказываем, а делают это практически каждый. Ну, что, я пойду там к врачу, к специалисту, вот к такому, как вы, специалисту. Я вот буду пить эти витамины и так понимаю, что они мне нужны. После этого буду восстанавливаться. Буду есть, там, какие-то определенные продукты, овощи, фрукты, что нам рекомендуют, да. То есть, вот это правильно? Это тоже неправильно, то есть, это тоже целая наука, которым учимся мы очень долго. То есть, подобрать витамин, это, ну, это не просто, то есть, кому-то подойдет, кому-то не подойдет. Нужна определенная дозировка, нужна определенная форма, кому-то что-то нельзя. То есть, есть базовые, есть первая линия, вторая линия, то есть, там очень-очень много нюансов. И поэтому попить, потому что сказала соседка, или я увидел в интернете, это то же самое, что выпить таблетку. Ни в коем случае нельзя. Да, все должно быть по показаниям, то есть, должен быть собран анамнез, анализы, полностью, там, семейная анамнез. И только после этого мы назначаем терапию. А вы работаете непосредственно, вот человек приносит вам анализ крови, развернутый, да, и вы вот по этим показаниям, по параметрам начинаете уже искать, смотреть, где, какие отклонения у человека в организме. Прежде чем человек мне пришлет анализ, мы с ним работаем, он заполняет анкету, я забираю анамнез. То есть, после этого я назначаю анализы. Вы спрашиваете, какие там последствия, что беспокоит? Там очень много вопросов, как бы, создают, ну, потому что мне нужно понять историю болезни. То есть, там, если это первый раз первично обратившийся ко мне человек, мне нужно полностью понять, с какими врачами он работает, какие, какая хроника. То есть, я собираю и жалобы, соответственно, после этого я назначаю анализы. А бывает такое, что человек реально после, там, значит, ковида начал заниматься каким-то самовосстановлением, самолечением, что у нас достаточно распространено, и последствия тоже уводят, там, не туда, куда нужно, и, может быть, с такими пациентами он тоже приходится сталкиваться? Это есть всегда, было, есть и будет, после ковида, до ковида, во время ковида. Увы, таких очень много, и последствия разгребают не только нутрициологи, но и врачи, да. Поэтому, как бы, не надо заниматься... Наши люди любят этим грешить. Травы, то есть, особенно травы, то есть, натуропатия, это вообще травы, иногда имеют эффект намного выше лекарств. То есть, это очень аккуратно надо, настой, все это прям, не рекомендую я самому никому экспериментировать. То есть, может быть, витамин С какой-то там попить самому, может быть, но все остальное обязательно по показаниям. Ну, а какие вот самые распространенные, я вот слышал, что при ковиде или после ковида, например, говорят, что вот очень густая кровь, да, что нужно обязательно разжижать. С чем это связано, я, конечно, как человек... Коронавирус, в принципе, это такой вирус, который очень сильно сгущает кровь. То есть, риск тромбообразования высок не только у коморбидных пациентов, но и у обычных, у кого нет склонности к тромбозам. Поэтому я рекомендую во время ковида, до ковида найти врача, с которым, ну, вы будете там созваниваться или который вас знает. Как раз найти средства разжижающие крови. Обязательно сдавать. Если идет тяжелое течение болезни, каждые три дня желательно смотреть тромбоциты, там, фибриноген. Ну, то есть специалист скажет, что смотреть, обязательно мониторить, потому что как раз из-за сгущения крови идет высокая воспалительная нагрузка. Надо пить не антибиотики, а вот средства, ну, там, это антикоагулянты называются, но тут тоже, там есть разные формы антикоагулянтов. У кого-то высокий тромбоцит, у кого-то они сильно падают. То есть нюансов очень много, но этот нюанс как раз со сгущением крови надо, ну, вот прям, чётко контролировать абсолютно всем. Кроме этого, какие еще есть вот самые распространенные, ну, вот вы же все равно. Тонкие места при ковиде. Да, ну, такие вот самые прям уязиемости. Ну, это легкие, это сгущение крови, да. Ну, нейровоспаление мы никак не проконтролируем. Тут очень важно еще, я тоже хочу призвать всех заниматься своим здоровьем до того, как ты заболел. Ну, сейчас, наверное, уже практически таких людей не осталось, но тем не менее, кто-то болеет второй, третий раз. То есть корректировать свои дефициты, заниматься своим здоровьем. То есть доказано уже на нескольких исследованиях, что люди с иммунным статусом хорошим, течение болезни у них намного более, ну, как бы, так скажем, благоприятное. Более легкое. Более легкое, и выходят они без ковидного этого хвоста. Это уже, ну, прям статистика такая. Вот очень многие пишут, ну, что же там иногда читаем, да, что происходит с людьми. Понятно, что поражаются легкие, ну, и вообще одышка появляется вот у большинства, перенесшие какая-то болезнь. Это тоже такая процедура достаточно длительная в восстановлении, я имею в виду, да, вот здесь вот каким образом можно это... Это что прогулки, шходить, бегать, физическая нагрузка. От одышки вы имеете в виду, да? Ну, да, да. На самом деле все очень индивидуально, одышка, она бывает разная. Одышка может быть связана с тем, что была пневмония, она может быть связана с сердечной недостаточностью. Нужно тоже, ну, как бы... Причину найти. Желательно сходить к кардиологу, к пульмонологу, собрать, опять же, а нам низкак болел человек, посмотреть анализы, и только потом будут рекомендации. Ходить полезно даже во время болезни, в питьевой режим, потому что очень много обменных процессов идет, кровь густая, и чтобы не допускать этого, обязательно повышенный питьевой режим и по возможности не лежать, вот хотя бы ходить по квартире. Это как при обычном гриппе, ОРВИ, в принципе, стандартные достаточно вещи, которые рекомендуют. Спать, пить, ходить, то есть, да. Слушайте, ну, а вообще, вот, еще раз не услышал ответа, все-таки, какой период после перенесенной болезни нужно обращаться, вот сколько должно пройти, ну, 3 месяца, полгода, да, вот последствия, когда они выскакивают, как правило? Тоже по-разному. У кого-то сразу, у кого-то может через 3 месяца, бывает через полгода. Вообще лучше мониторить, то есть, вот во время болезни переболели, через месяц сдать анализы, и потом через полгода. То есть, ну, вот так, это так грубо, скажем так. Ну, на всякий случай, да, для подстраховки. Потому что через месяц может не выстрелить то, что потом начнет. То есть, бывает, вы даже без анализов начинаете понимать, волосы сыпаться очень, ко мне прям идут толпами, что лезут волосы вплоть до облысения, до лапеции. Это очень-очень распространенный, ну, после омикрона еще не знаю, но вот от всех предыдущих это прям постковидный хвост пропадает, вот это вот, не пропадает обоняние. Искажается, выпадают волосы. Это все нейровоспаление, то есть, это все последствия того, что мы не лечились во время ковида, правильно. Ну, вот говорю, да, возвращаясь к началу нашего разговора, что немногие действительно сейчас идут и рискуют попасть в поликлинику, потому что огромные очереди. У многих температуры не могут попасть на прием, не могут дождаться скорой и так далее. А вообще, вы насколько часто рекомендуете сдавать, ну, вот анализ крови, например, развернутый, чтобы человек понимал, что происходит с организмом? Нам обычно рекомендуют хотя бы раз в год проходить медицинское обследование. А вообще, по-хорошему, ну, это сколько должно быть? Ну, в идеале раз в полгода. Ну, опять же, тут все настолько индивидуально. Есть, на самом деле, еще здоровые люди, которые ко мне приходят, и я приятно удивляюсь. То есть, они просто приходят за профилактикой. Такие люди есть. А нормально себя чувствуют, да? Они себя нормально чувствуют, они просто хотят посмотреть свой статус по дефицитам, там, насколько там девушки, они анемичные, потому что очень многих железодефицит сейчас у девушек, у женщин. И я смотрю, и приятно, ну, таких, конечно, единицы. В основном это высокий коморбидный фон, то есть хронических заболеваний много. Таким людям мы восстанавливаем статус такой до нормального и потом мониторим раз в год. На этапе вот этой терапии это может быть раз в три месяца, раз в полгода. Бывает, там, иногда мне надо через месяц посмотреть. То есть, тут все индивидуально. Ну, а вот если вас сравнить, ну, например, с терапевтом, вот, по анализу крови, вы же можете гораздо больше, да, рассказать или совершить? Если с обычным доказательным терапевтом, то есть, у врачей, понимаете, у них еще узкоспециализировано. Терапевт, пульмонолог, гинеколог, то есть, каждый свою маленькую часть смотрит. То есть, первое, если ты какую-то проблему ощущаешь в себе, да, может быть, недомогание, там, еще что-то, ты идешь в больницу, тебя отправляют к терапевту. Терапевт что говорит? Иди, сдавай что-нибудь, приходи. Направляют к узкому специалисту. Да, приходи. То есть, он же смотрит, терапевт, полностью твой развернутый анализ крови, там, еще какой-то. И после того, как уже посмотрел все показатели, отправляет тебя к узкому специалисту. То есть, это, по сути дела, вот, его. Ну да, я смотрю не только один анализ, я эндокринные смотрю, гинекологию, ЖКТ смотрю. Ну вот, я говорю, что гораздо шире. Полностью организм. То есть, если интегративный терапевт, он, скорее всего, тоже посмотрит все. То есть, есть такие врачи сейчас, но их мало пока, к сожалению, да. У нас минутка, к сожалению, тема такая обширная. Ну вот, несколько пожеланий тем людям, которые застали, отболели, да, и что делать. Ну вот, несколько тезисов, которые помогут. Кто болеет, обязательно, ну, не паниковать, самое главное, желательно обращаться за помощью к специалисту. Когда переболели, займитесь, обязательно тоже обратитесь к специалисту, чтобы сдать анализы и посмотреть, насколько вы пострадали после ковида. Потому что, чем раньше вы начнете восстановление, тем быстрее вы восстановитесь. Да, желаем нашим зрителям, конечно же, здоровья. Екатерина Бродина, спасибо вам огромное за интересную беседу. И вернемся мы в эту студию буквально через несколько минут. Красноярские ученые считают, что создали лекарство против коронавируса. Это синтезированная молекула ДНК под названием оптомер. Она цепляется к вирусу и блокирует его. Об этом сообщают вести Красноярск. Прелесть этой технологии в том, что мы, не имея вируса на руках, не имея физически того объекта, мы делаем селекцию компьютерную и мутируем именно так эту изначальную последовательность, чтобы она наибольшим образом соответствовала. Разработка оптомера началась еще до пандемии в 2019-м. К ней подключились эксперты из США, Китая, Японии и других стран, а также Российский научный фонд. Сейчас молекулы тестируют в микроскопе, чтобы доказать, что она связывается с вирусом. В планах запустить производство ученые уже ведут переговоры с фармкомпаниями. Тем временем из-за ковида в Ачинске житель подъезда напал на дворника. Пожилой мужчина принял женщину за шпионку, а бутылку для мытья лестницы за распылитель вируса. Сначала приставал с расспросами, распалялся, потом кинулся за женщиной и схватил за капюшон. Дворничья Хаэля выбежала из дома и начала просить помощи у прохожих. Я говорю, помогите мне, привязался ко мне в этот. Я дворник говорю, а мужчина ко мне лезет. Что ему нужно от меня? А он говорит, посмотрите, это же американская из Америки. Бутылку с этим, с коронавирусом распыляет по этим, по подъездам, а я ее задержал. Дозвониться удалось только до родственников дворника. Они жестко поговорили с нападавшим и отпустили женщину. Еще позвонили в полицию, но, видимо, не дозвонились. Официально в органы жалоб не поступало. К слову, подозрительный сосед на хорошем счету у жильцов. Вежлив, всегда здоровается. Что его разозлило, неясно. Больше 15 миллиардов рублей на автокредиты. Именно такую сумму набрали красноядцы за прошлый год. Национальное бюро кредитных историй сообщает, что это на две трети больше, чем в 2020 году. По кредитам на авто, край оказался вторым в Сибири. Больше только в Новосибирской области – 16 миллиардов. По темпам прироста заемных денег наш регион снова второй по Сибири, впереди иркутяне. И четвертый по всей стране – плюс 82%. Всего за год в России взяли кредитов на 1 триллион рублей. Это рекорд в истории нашего авторынка. Курятник на чердаке девятиэтажки. Пенсионерка Елизавета Ивановна разводит пернатух уже 25 лет. Как пишет НГС-24, женщина родилась в деревне Подкрасноярском, жила среди животных и птиц. До пенсии работала на комбайновом заводе. Серьезно выращивать кур начала 10 лет назад, когда погиб сын – пилот вертолета. Теперь пернатые ее любимые питомцы. В доме сейчас 6 куриц и петух. Летом живут на даче, а зимой на чердаке в двухэтажном вольере. Запаха почти нет. Женщина убирается наверху три раза в день. Птицы у Елизаветы Ивановны живут примерно год, потом она их продает и подсаживает цыплят, они растут в квартире. За 25 лет на курятник пожаловался только один сосед. Чтобы не было проблем, владелица получила разрешение от соседей и жилищной компании. С соседями она дружит, продает домашние яйца на 10 рублей дешевле магазинных. Жильцы в ответ дарят еду для кур. Но пенсионерка признается – дохода ноль, курятник все-таки для души. Я считаю, что если у людей есть животное, человек живет дольше. И нацарение поднимают, да, курочка моя? Ну что, друзья, возвращаемся в студию. Следующая рубрика для тех, кто строит свои планы на ближайшее время. И несколько событий, на которые готов вас пригласить, а вдруг кому-то будет интересно. Популярная российская исполнительница, любимица миллионов, обладательница яркой харизмы, неповторимая певица Слава. Слава приглашает всех похлонников своего творчества на большой сольный концерт, который состоится 27 февраля в 19.00 в Большом концертном зале Красноярской филармонии. Кстати, вы еще успеваете выиграть билеты на концерт в нашем розыгрыше в социальной сети Instagram. Победители будут объявлены завтра в 12.00. Так что успевайте, всем удачи. Ну а в Красноярске открылся музей ретроавтомобилей. В Культурно-историческом музее ретро-транспорта и дорожной техники Красноярского края можно не только полюбоваться на старые автомобили, но и даже посидеть в салоне. Главная прелесть – все машины, представленные в экспозиции, находятся в рабочем состоянии. Их достаточно только заправить. И я думаю, что это будет интересно многим жителям города Красноярска и гостям города. Многочисленные переносы не смогли унять любовь фанатов. И вот уже завтра «Фараон» отыграет большое шоу в поддержку нового альбома. Организаторы обещают головоломные тексты статического характера со сменой темпа. Сочетание опасности, фрустрации, открытость к слушателю, который должен познать внутреннее состояние артиста в полной мере. Концерт состоится в 20.00 в клубе МОЦ. Идет чемпионат России по хоккей с мячом среди команд Суперлиги. Завтра пройдет матч на стадионе «Енисей». Играть будет хоккейный клуб «Енисей». Красноярский край против хоккейного клуба «Мурман». Город Мурманск. Ну а вот еще одно событие завтрашнего дня. В кинотеатрах «Прокат» выходит целых пять новых фильмов. «Анчарта» на картах не значится. «Смерть на Ниле», «Первый встречный», «Яцов Аберже» и «Книжный Париж». Итак, друзья, всем, кто свои планы строит на ближайшее время, можно выбрать событие, которое будет вам интересно. Ну и, конечно же, сходить. Не сидите дома. Мы продолжаем наш сегодняшний эфир и в продолжении специальная рубрика «Город в цифрах». 169 штрафов за езду по выделенкам и превышение скорости получила Красноярка. Как рассказали в пресс-службе дорожной полиции, общая сумма штрафов составила 110 тысяч рублей. Женщина уклонялась от погашения задолженности и игнорировала требования явиться на прием к судебному приставу. В итоге автомобиль должницы изъяли и доставили на спецстоянку. Если женщина не погасит долг, то ее транспортное средство будет продано на торгах. Сотрудники дорожной инспекции напоминают, что все непогашенные задолженности можно посмотреть на сайте госуслуги в личном кабинете. 2731 случай COVID-19 зафиксировали за последние сутки в Красноярске. Всего коронавирус подтвердился еще у 5748 жителей Красноярского края. Скончались 12 пациентов, выздоровели 1425 человек, госпитализировали за сутки 429 заболевших. За все время пандемии в нашем регионе зарегистрировали 223 833 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, умерли 9586 человек, выздоровели 177 928 жителей Красноярского края. В Красноярском крае эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 53,5%. Об этом в своем телеграм-канале рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по краю Дмитрий Горяев. Чаще всего ОРВИ и гриппом болеют взрослые. На них приходится 71% заболевших в регионе. Всего за прошлую неделю в поликлинике края с признаками ОРВИ обратились 47 712 жителей края. 63% пациентов проживают в Красноярске, а это почти 30 тысяч человек. Валентин Колесников, я вас приветствую. Здравствуйте. Волнительно мне сегодня, если честно, общаться с вами. Я так далек от театра, если стыдно признаться, когда последний раз был. Но тем не менее, очень рад вашему появлению здесь. И не случайно вы у нас сегодня появились, поскольку премьера близится. Абсолютно. Давайте поподробнее, потому что в наше время и так непростое. Премьера – это, мне кажется, дело такое достаточно сложное. Но вот поподробнее. В Красноярске скоро состоится премьера французской оперы «Лакме». И сегодня мы хотели бы подробнее именно об этом событии. Вот расскажите нам, что это такое? О чем это? Ну, это французская опера композитора Лео де Либо. Опера достаточно редкая. Редкая даже, я бы сказал, в мире. В России вообще эта опера, насколько мне известно, идет только в Мариинском театре. В чем заключается ее редкость? Редкость этой оперы заключается, я думаю, во-первых, в ее сложности исполнения. Потому что опера написана очень непросто. И каждая главная партия – это абсолютно филигранное, должно быть абсолютно филигранное исполнение. Поэтому, наверное, в мире не так много голосов, которые могут исполнить эти партии в этой опере. И я очень горд тем, что наш театр поставил такую высокую планку. И я даже по-доброму завидую нашим зрителям красноярским, потому что они смогут прикоснуться… Станут свидетелями. Да, они смогут прикоснуться к настоящей жемчужине оперного искусства. И я думаю, что никого эта опера не оставит равнодушным. Вы согласны? Согласна, да. Но я хотела вернуться в начало, да. Что премьера состоится у нас 1 марта, в первый день весны. Пройдет, получается, 4 спектакля разными составами. Режиссер у нас будет Сергей Новиков. Очень известная личность. Дирижер у нас маэстро Александр Рудин. Это тоже уникальный музыкант. Он приглашен, нам посчастливилось работать вместе с ними. Грандиозная, мне кажется, будет постановка. А вот по поводу того, что не все голоса могут исполнить то, о чем мы говорим, это вот кто определяет вообще? Я понимаю, что это некая работа дирижера, который должен отслушивать голоса. Или как это происходит? Дирижеры отслушивают голоса. Все-таки они, если мы говорим о таком формате, как вот Россия полностью, либо Москва, как они определяют, кто может, а кто не может? На самом деле, если брать во внимание наш постановочный процесс, то нас отслушивала постановочная группа. То есть это целая комиссия какая-то была? Да, это была комиссия. Труппу прослушивали. И, в принципе, решалось, вероятно, по силам ли нам эта опера. Но вот... Настолько все серьезно. Да, действительно, музыка очень сложная, очень интересная. И, слава богу, нам, как исполнителям, очень повезло, потому что вот... А какое количество задействовано как раз вот... Действующих лиц? Да, в исполнении. Действующие лица. Но, по-моему, не больше десяти действующих лиц, именно таких активных, также у нас, получается, хор. Это все солисты красноярские? Все красноярские солисты. Но у нас еще будет сюрприз. Это приглашенные солисты, которые будут исполнять... Но об этом мы пока не говорим. Пока не говорим кто, но говорим, что будут приглашенные на заглавные партии, на партию Лакмэ и Джеральда. Может быть, да. То есть остается пока под знаком секретности. Большого вопроса секрета, да. Слушайте, ну мы сказали, что это будет французская опера. Значит ли это, что исполнение будет тоже на французском языке? Или все-таки это уже серьезно? Да. То есть вам нужно было, помимо того, что пройти вот этот отбор непростой, еще и все-таки учить... Полгода назад мы начали учить. То есть вы учите сейчас реально французский... Ну, во-первых, мы уже выучили, потому что премьера меньше, чем через месяц. И я могу сказать, что, конечно, львиную долю в нашей выучке, в выучке партии, именно не просто, как сказать, в дилетантском, а вот чтобы мы пели действительно на французском языке. Львиную долю сыграл именно вот наш дорогой режиссер-постановщик этого спектакля Сергей Новиков. Он досконально подошел... Он знает, как это сделать. Да, он досконально подошел... У него есть образование. К этой постановке он перевел абсолютно весь клавир, все партии. Он делал для каждой партии транскрипцию. И он с нами очень много занимался над французским текстом, над произношением. И я просто считаю, что это будет очень профессиональная работа, как с артистической точки зрения, так и с режиссерской. Слушайте, ну я даже представить не могу, насколько это сложно. И я понимаю, что это очень сложно. Очень сложно. Вот сколько это будет действо длиться на сцене? То есть это же постоянно... Три-три с половиной часа. Три с половиной часа. То есть это огромное количество, да? Три акта, два антракта. То есть сколько нужно запомнить? И тем более понимаем, что на русском языке ты поешь вот так, а когда ты начинаешь менять язык, даже... Ну, в защиту, да, скажу о том, что все будет понятно, все будет ясно, потому что, во-первых, опера — это такой жанр, в котором необязательно тебе знать язык. Тебе достаточно видеть, что происходит, и прочувствовать музыкальную часть. Но и также у нас, конечно, в театре есть субтитры, которые будут на сцене. И поэтому каждый сможет понять, о чем это поется. Слушай, а если не сильно я обнаглею, если вот попрошу вас маленький-маленький фрагментик исполнить для наших зрителей, если возможно, конечно. Мы с удовольствием. Я думаю, да. Но тогда мы с большим удовольствием послушаем. И сейчас у нас практически эксклюзив. Да. Предпремьерное исполнение маленького фрагмента. Что это будет, кстати? Это будет финал дуэта Джеральда и Лакме из первого действия. Слушай. Слушай. Здесь аплодисменты всей нашей команды, которая вот так тихонечко, но в прямом эфире мы. О, ребят, это здорово. Вы вообще, вот, я опять же говорю с точки зрения человека, который совершенно далек, вот всему тому, чем вы занимаетесь, это же огромное количество времени нужно учиться. Жизнь. То есть это началось еще там с какого-то возраста, очень-очень юного. Да, да. Но на самом деле это такая профессия, в которой нельзя сказать, что ты чего-то добился и стал вот прям... То есть это постоянно нужно развиваться. Да, постоянно учиться, постоянно развиваться, постоянно быть к себе немножечко с предвзятым отношением, то есть никогда не ставить себе какой-то точки, всегда многоточие, что может быть лучше. Ну, про премьеру мы поговорили. Вообще, что еще нового в театре оперы и балета? Мне вообще интересно вот эта жизнь, насколько зрители вот в нашем городе, когда ты читаешь новости каких-то московских театров, понимаешь какие-то дикие цены, там, ажиотаж, невозможно купить билеты. Вот в нашем городе в этом плане, наверное, попроще? Ну, мы можем сказать как раз про нашу оперу, что еще билеты остались, но, как правило, на примерные спектакли... Вы тоже раскупали билеты. Раскупали, да, билеты, поэтому мы всем рекомендуем, советуем, как можно скорее запастись билетиками, чтобы потом, так сказать, не упустить шанс увидеть. А это же какое-то определенное количество будет, да, спектаклей? Вот мы говорим, четыре пройдет... Четыре, да, премьера. При премьере, а потом, возможно... А потом, да, мы живем сейчас в такое время, в которое трудно что-то загадывать. Загадывать надолго нельзя. Да, да, да. Ну, что еще? Я для себя отметила, что в нашем городе в пандемийное время мы почувствовали, что появился даже больше интерес. Потребность. Потребность, да. Когда вдруг не стало возможности посещать культурные места. Так захотелось, видимо. И так стало это ценно и важно, и мы это все поняли, услышали. И сейчас... Золотые слова, я с вами соглашусь. Мы не раз уже, в том числе и в эфирах, говорили о том, что никакое там онлайн... Мы же уже видели, да, вот эти онлайн-спектакли, онлайн-представления и так далее. Это все живое. Это все не то по сравнению с тем, что люди должны прийти. Во-первых, они должны красиво одеться, да, выйти красиво в театр, посмотреть на людей, себя показать. Это, в первую очередь, энергия, да. Это энергия, которая начинает жить во время спектакля, когда ты... Это обмен какой-то. Театр — это только живое отношение. По-другому я не представляю, как это... А у вас вообще, вот именно в вашем театре, какая-то вот своя публика или... Я знаю, что люди в возрасте очень любят ходить на балет, на оперу. Но не знаю уж, насколько молодежь к этому делу сейчас... Я думаю, что это стереотип, потому что я в этом городе нахожусь полтора года. И могу рассказать историю, очень интересно, но эта история мне запомнилась. Как-то в самом начале своего пребывания в Красноярске я ехал в такси. И за рулем был молодой человек, ну, лет 25-26. И он меня спросил, вот, ну, нам, говорит, очень с друзьями нравится Красноярская опера. Но билеты очень дорогие, и мы с друзьями очень хотим попасть на какие-то премьеры, на еще что-то. То есть, но почему-то цены стали резко поднимать вверх. И я понял, что в целом молодежь действительно интересуется. При этом я не могу сказать, на самом деле, что ценовой диапазон высок, даже по сравнению с Москвой, или даже с тем же Новосибирском, с ближайшим. Хотя качество наших спектаклей, я считаю, что не уступает. Это как минимум. И театр с каждой постановкой, на мой взгляд, все больше и больше растет. Растет в сторону вот уровня как столичного, так и мирового. Ну, то есть, работа, если можно так сказать, в театре оперы и балета, вот именно в Красноярском, это все-таки уровень для вас? Это уровень, да. Это престижно. Наш театр носит имя великого баритона, которого знают во всем мире. И мы действительно горды тем, что мы работаем. Слушай, ну, а вот про цены, если я, конечно, еще раз повторюсь. Я в защиту хотела сказать о том, что замечательный федеральный проект «Пушкинская карта». Да, кстати, я о нем даже тоже слышал. Наш театр активно развивает эту тему, и тем самым мы привлекаем молодежь. Вы можете даже рассказать, потому что не каждый человек, я услышал там где-то по радио вот эту новость, достаточно интересная идея, действительно, она может дать возможность многим посещать. Это некая карта, значит, которая предполагает посещение нескольких, значит, заведений. Не обязательно нескольких. Ну, можно там в рамках одного, да, театра? Можно посещать один театр, можно и так далее. То есть есть какое-то определенное количество средств на этой карте, которые владелец может потратить в любом театре, культурном заведении нашего города. То есть он их получает бесплатно? Да. Абсолютно бесплатно? Абсолютно. Да, для молодежи, это же так здорово. Причем, насколько я знаю, там даже сейчас сумма увеличилась до 10 тысяч, если я не ошибаюсь, конечно. Но 5 было точно. А вот по поводу стоимости билета, ну, если вы в курсе, конечно, честно говоря, даже не представляю, сколько это стоит, вот, любое посещение какой-нибудь премьеры. Это вот примерно какие деньги? В нашем театре это, мне кажется, очень бюджетно. Я думаю, что, например, в оперы Лакме можно попасть за очень небольшие деньги. Где-то в ценовом диапазоне, ну, наверное, до 2 тысяч билетов будут стоить. Вполне, да. Это вполне, да. Зная, сколько люди тратят на... За такие, да, за такую работу, за такой труд и за такое качество, я думаю, что можно. Зная, сколько люди тратят на обычные концерты, там, каких-нибудь звезд попсовых, я даже... Да, а про наш спектакль я бы хотела еще отметить, что музыка Делиба, она невероятная, она прекрасная, она нежная, она красочная. Когда, вот я, допустим, слушаю в концертном исполнении, либо в исполнении других театров спектакли смотрю, музыка уносит в какой-то лучший из миров. Вот слушаешь и забываешься, успокаиваешься. Настолько много гармонии в этой музыке, что гармония как бы проникает внутрь тебя, и это замечательно. Какая будет сценография? Сценография невероятная. Нам все рассказывают, что там будет что-то невероятное, огромное сооружение, от которого даже солистам будет как бы так трепетно и волнительно. Поэтому я думаю, что будет интересно. Сейчас такие современные технологии, что я боюсь представить, уже иногда такие сцены... Это будет масштабно. Это будет масштабно, это, мне кажется, еще и будет очень дорого-богато. А опера любит деньги. Слушайте, любое, вот у меня даже знакомая работает в театре, я представляю, сколько это стоит трудов. Помимо, вы говорите, творческой составляющей, которой выучить язык, все эти партии, то есть это каждодневные репетиции, да, технический персонал, оформление сцены и прочее, прочее. Ну, все вплоть до того, что свет костюма, продажа билетов, это же задействовано огромное количество людей. Да, вот человек, встречающий там в гардеробе, с чего начинается, как мы говорим, привыкли говорить. Ну, я, вы знаете, хочу пожелать вам удачной премьеры. Жалко, конечно, что у нас время ограничено, но так здорово, что вот Красноярску есть чем гордиться. Творческих-то людей у нас в нашем городе много. Много, и это здорово, и я хочу вам пожелать удачной премьеры. Спасибо огромное. Можете обратиться к зрителям, пригласить всех в Театр оперы и балета имени Дмитрия Кворостовского. Мы в Театр Огнан. 30 секунд у вас. Дорогие друзья, мы от лица всего нашего театра приглашаем вас на премьеру оперы Лакме. Это будет потрясающая музыка, потрясающая сценография, и, я уверен, потрясающие голоса, которые не оставят вас равнодушными. Мы будем очень рады видеть вас в нашем зрительном зале. Я благодарю наших гостей Александра Чурпакова и Валентин Колесников, солисты оперной труппы Красноярского государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Кворостовского. Спасибо вам огромное. Спасибо. Очень рады, что вы пришли к нам. Взаимно. И будем рады всегда видеть вас. После рекламы вернемся. В ближайшей программе «Головы садовой» секреты ведения приусадебного хозяйства. Ведущая программы «Снежана» поделится своим опытом содержания курочек-несушек круглый год. В нашем хозяйстве зимой всего 10 курочек, но весной мы планируем увеличить их поголовье до 30 штук. Этих красавиц мы приобретали в возрасте 5 месяцев. И уже примерно через месяц небольшим, пройдя адаптацию, куры начали нести свои первые яички. Как влияет режим кормления, температура, вентиляция и освещение на яйценоскость? И можно ли давать курочкам очистки с кухни? Не пропустите! С 9 февраля на Афонтово и на YouTube-канале «Голова садовая». Содержание куриц – это не такое уж и хлопотное дело. Поэтому заводите, не бойтесь, и у вас всегда будет домашнее свежее яйцо. Мы продолжаем наш вечерний эфир. Еще следующая рубрика. Прямо сейчас мы подглядывали некоторые инстаграмы, соцсети некоторых людей. И я думаю, что вам тоже будет интересно посмотреть, как это было. Субтитры делал DimaTorzok Современный и безопасный лазер для операции был предоставлен московской компанией. Губернатор края Александр Ус на своей страничке разместил трогательные фото с еще маленькой дочкой и папкой для дипломов, подписанной ее рукой. Папины – курсовая и дипломная работа, кандидатская и докторская диссертации. В конце поста губернатор поздравил с праздником всех, кто посвятил себя науке. Официальный паблик администрации города сообщает об олимпийском сумасшествии. Жители края массово и невероятно активно поддерживают российских олимпийцев всеми возможными способами. Телеграм-канал про Хакасию сообщает. Московские студенты сняли клип с Агафьей Лыковой. Волонтеры института уже 10 лет летают на заимку Лыковых и уже сняли 22 фильма про Агафью. А правда ведь или мне кажется, а снег запятым стелется, в спячку только улежется, бурая медведица. Ну что, друзья, мне остается с вами только попрощаться. Вот таким был этот вечер, 9 февраля. Всем спасибо, кто был вместе с нами. Я Александр Белов. Всем пока. Хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok